Всем любителям настольных игр привет! Я Грейвулф и вы на канале iPlaySolo. Сегодня я играю в XEA Legends of a Drift System, XEA легенды о дрифтующей системе. Американцы произносят название этой игры как Zaya, так что если вы где-то услышите за Legends of a Drift System, это не другая игра, это то же самое, просто другое произношение. XEA это у нас сэндбокс игра, так называемая игра-песочница, в которую могут играть от 3 до 5 игроков. В базовой игре варианта соло нету и кооперативного варианта, соответственно, нету тоже, но я сегодня буду играть за 3 игроков. Ну и прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать, что если бы я хотел сделать настольный вариант замечательной просто в видеоигре «Космические рейнджеры» 1 и 2, неважно какой из частей, я бы обязательно сделал XEA. Поэтому мне кажется даже иногда, что Коди Миллер, дизайнер этой игры, поиграл таки в наших «Космических рейнджеров» и вдохновился именно нашей этой игрой на создание вот этой настолки. Я его все время прорываюсь спросить, я уверен, что я могу ему написать на BGG, и уверен, что он ответит. Он такой довольно-таки доступный человек. Может быть я это сделаю и если я успею это сделать к завершению съемок этого видео, то может быть я даже добавлю какой-нибудь там комментарий сейчас в бегущей строку и удалось ли мне что-нибудь о Коди узнать. Но очень уж эта игра мне напоминает «Космических рейнджеров». В первом видео я вам покажу как игра раскладывается, ну а со второго видео мы начнем нашу «Космическую сагу». Перемешиваем стопку игровых полей и раздаем количество игровых полей, равное количеству игроков. Смотрим. Первое поле. Мы будем играть за трех игроков, поэтому у нас будет три поля, и у нас первое же поле это потерянный сектор. Lost Sector. И мы здесь не видим точки появления кораблей. Здесь вообще нет ничего. Такой сектор мы обратно замешаем в стопку. А пока мы берем второй, фактически для нас первый, и мы здесь видим точку появления кораблей. Вот таким образом она обозначена. То есть первый игрок у нас появится в секторе ТК-421. Игрок номер два у нас появится в секторе Лунари. И здесь точка появления кораблей номер шесть находится в данном поле. И третий игрок у нас появится в секторе Red Gulch. Здесь тоже есть точка появления кораблей. Потерянный сектор мы возвращаем в стопку и ее перемешиваем. Вы можете стартовое свое поле расположить ближе к себе, ближе к игроку и в соответствии с этим составить первоначальную карту. Карты могут стыковаться таким образом, чтобы значки обязательно хотя бы в одном месте соответствовали друг другу. То есть, например, вот так вот пристыковать нельзя, потому что у нас здесь значок разный на одном секторе и на втором. Но мы можем, например, пристыковать этот сектор вот таким образом, чтобы значки здесь соответствовали. Также мы можем, если бы мы сидели на другом краю стола, предположим, да, то есть мы могли бы соединить это вот таким вот образом. Сейчас я подвину, чтобы было видно. Чтобы у нас также стыковались два значка. То есть это сделайте в соответствии с тем, где вы сидите. Например, третий сектор мы можем разместить вот таким вот образом. Здесь у нас значки не соответствуют, но они соответствуют здесь, и они должны соответствовать хотя бы в одном месте. Либо мы можем, например, разместить его таким образом, что у нас будет с вами соответствие с сектором Лунарию. Вот здесь вот кругляшки. Но не будет соответствия с сектором ТК-421, и это нормально. И каждый игрок, который выкладывает свой сектор, соответственно, сам решает, как ему его разместить. Перемешиваем фишки исследования и размечаем их на нашей звездной карте на указанных полях, указанных знаком вопроса. Мы, например, можем вот таким вот образом разместить их. И наше поле готово. Как только наша звездная карта готова, можно переходить к подготовке самих игроков, наших звездных капитанов или космических рейнджеров. Первым делом каждый из игроков выбирает себе стартовый корабль. Один из шести предложенных. Это можно сделать путем прямого выбора, если вы договоритесь. Либо можно перемешать все эти корабли и раздать в случайном порядке. Если вы меня знаете, то вы знаете, что я люблю случайный порядок. Я перемешал эти корабли. И мы сегодня с вами полетаем на Изи Тайгере. Возьмем также Гост Сталкер. И опробуем Падл Джампер. Находим три карты с соответствующими особенностями каждого корабля. У каждого корабля по одной особенности. И каждый игрок соответствующую карту забирает себе. Берем соответствующую миниатюрку. Все миниатюрки в игре покрашены на заводе. И покрас можно сказать так себе. Но учитывая, что это опять же покрашено на заводе. И учитывая то, что на карте вдалеке это смотрится отлично. У меня претензий никаких нет. Молодцы, что они покрасили. Ну и если кто-то захочет, то можно сверху без проблем перекрасить. Итак, это у нас Изи Тайгер. Гоуст Сталкер. Сейчас я его возьму поудобнее. Вот такой вот у нас Гоуст Сталкер. С реактивным двигателем, естественно. И... О, видали, как он там кружил? Это его реактивный двигатель. Разработал неожиданно. И падал джампер. Вот такой вот у нас падал джампер. Каждый игрок берет фишку импульса. Размещает ее на соответствующем месте. А также набор вот таких вот цилиндриков. Их должно быть 5 штук. 4, вернее, должно быть 6 штук. 4 у нас идут на панель. И на позицию Charged заряжены. Вернее, Armed заряжены. Одна будет отмерять количество энергии. Пока у нас максимум. У этого корабля это 10 единиц энергии. Ну, а шестая последняя пойдет на доску с очками. На позицию 0. Каждый игрок получает 3000 стартовых кредитов. Это вот такие вот металлические фишки. Самые классные игровые деньги, которые я когда-либо держал в руках. Учитывая, что они идут прямо с базовой игрой. Вообще шикарно. 3000. И эти 3000 можно будет сразу потратить. А можно будет и не тратить. Это на выбор каждого конкретного игрока. Paddle Jumper у нас приобретет двигатель Raptor K. Этот двигатель стоит 3000 кредитов. И это самый мощный двигатель в игре. Мы заплатим за него 3000. Все деньги, которые у нас имеются. И мы попробуем этот двигатель установить. Устанавливать его можно, соответственно, на предназначенных для этого слотах. Вот эти вот пустые слоты, обозначенные кубиками. И, например, мы не можем разместить, естественно, этот двигатель таким вот образом. Или мы не можем его разместить, я не знаю, вот таким вот образом мы его не можем разместить. Потому что у нас получается, что это поле находится где-то в космосе. То есть мы его можем разместить только вот внутри предназначенных полей. Например, вот так вот мы можем это сделать. Так мы можем. Либо мы можем вот таким вот образом его поставить. Либо вот таким вот. То есть как угодно, но так, чтобы он вписывался в соответствующие отсеки. Гоу Сталкер возьмет у нас Халон Энджин. Двигатель Халон за две тысячи. Заплатит две тысячи кредитов за это. И также он купит себе Хантер Миссл. Или Хантер Миссайл. За тысячу. Это ракета Охотник. И установит ее у себя на корабле. Вот, например, таким вот образом. И, естественно, заплатит тысячу кредитов. Ну, а Изи Тайгер у нас прикупит двигатель М22 за одну тысячу кредитов. И также приобретет щит энергетический. Таргет щилд. За тысячу кредитов тоже. А одну тысячу кредитов он оставит себе для... Может быть, на всякий случай, а может быть, у него есть какая-то цель. Перемешиваем карты с миссиями и перемешиваем карты с титулами. Сегодня мы с вами будем играть до победных десяти очков. Обучающая игра — это пять очков. Легендарная игра — это двадцать. Ну, мы сегодня с вами остановимся на десяти. Ну, и последним действием мы размещаем наших героев на карте. У нас Изи Тайгер появляется в своем секторе ТК-421. Гаус Сталкер у нас появляется в секторе Лунари. Ну, а Падл Джампер у нас с вами появляется в секторе Ред Гауч. И на этом все. Можно начинать игру. Всем, кто был со мной, большое спасибо. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова